В Ведах В Ведах сказано, что когда Всевышний Прародитель породил этот мир, естественно, он породил и богов, и демонов, и людей. И рассказал им Веды, то есть правила пользования этим миром. Подобно тому, как любое нечто такое сложное и величественное имеет инструкцию к применению. Даже элементарный компьютер, хотя он и не сложный, и не величественный, но достаточно, скажем так, машина, напичканная всякими возможностями техническими. И также есть инструкция по применению этого мироздания. Называется инструкция Веды. И Всевышний Прародитель рассказал Веды Богу, Прародителю материального мира, Сварогу. И тот передал это знание и богам, и демонам, и людям. Желая узнать, насколько правильно они его поняли, он попросил объяснить, как они восприняли Веды. И боги объяснили Веды так, как поняли они, люди так, как поняли люди, а демоны так, как поняли демоны. Прародитель ответил всем, дети мои, вы все поняли Веды правильно. Как нам понять этот эпизод из ведического наследия наших предков? Нам нужно помнить, что люди являются существами младшими по отношению к богам и демонам, поскольку порождены, когда те и другие существовали. Боги можно назвать правой рукой Всевышнего Прародителя, которые учат через честь, достоинство, совесть, любовь. Демонов можно назвать левой рукой Всевышнего Прародителя, которая учит через вероломство, испытания на прочность. И можно еще сказать, что в одной руке Всевышний Прародитель держит пряник, а в другой — кнут. И эти существа честно исполняют свое предназначение, вложенное в них мыслью Всевышнего Прародителя. Поэтому говорить о том, что люди и боги несут кармическую ответственность за свои деяния, а демоны — нет, было бы неправильно, поскольку у демонов есть свое предназначение, в соответствии с которым то, что для нас является добром, для них зло, а то, что для нас является злом, для них добро. Поэтому, вот если вы вспомните Гёте, как представлялся Мисс Вистофель Фаусту, то тот сказал, я часть той силы, которая всегда, желая зла, творит благое. То есть они достойно встречают, скажем так, необходимость творить зло, зная, что в итоге по воле Всевышнего Прародителя это обернется добром для тех, кому это зло совершили. То есть если боги помогают через любовь, а демоны — через страдания, то это нас закаляет, и возникает опыт и той, и другой деятельности, которая увеличивает нас в жизненный багаж и духовный потенциал. Если кому-то кажется, что демоны за свои злодеяния не несут кармической ответственности, это иллюзорное восприятие, поскольку невозможно человеку отследить эти кармические последствия, ибо он не изучает демонов, как ученые изучают какое-либо живое существо, например. Ибо сами эти существа гораздо выше человека по эволюционному уровню развития. И кармические последствия зачастую проявляются не только в этой жизни, но и в следующей, и во многих следующих. У богов есть свой кодекс чести, у демонов свой кодекс чести. И если они нарушают его, вот тогда они несут кармические последствия этих нарушений. Но то, что нам кажется плохим, сделанным демонами, который подлежит наказанию для них и для их, скажем так, начальства, я, конечно, шучу, то есть вышестоящих существ, управляющих их деятельностью, злодеянием не является, ибо это существа, специально предназначенные для такой деятельности. В Ведах так и сказано, что демоны — это высокоинтеллектуальные существа, чья деятельность направлена на разрушение мира. Поэтому если они действуют на разрушение мира, это вовсе не должно для них нести отрицательных кармических последствий, ибо они честно выполняют свое предназначение. Нам нужно честно выполнять свое, и тогда кармическая реакция на наши деяния будет достаточно благостной. В Ведах так и сказано, исполнить пусть плохо свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Поэтому, когда мы выполняем свое предназначение, стать из маленьких несмышленных боженят взрослыми богами и помогать Всевышнему строить этот мир, вот в этом случае, исполняя свое предназначение, мы зарабатываем благочестивую карму и не должны следить за кармой демона. Для них есть кому за этим последить. Пояснить сказанное можно на реальном примере. У одного из моих друзей подрос сын, и возникла ситуация, либо он идет в армию, либо его от этого дела откупают. Естественно, мама стала собирать деньги. А когда об этом узнал папа, то он позаботился о том, чтобы сын не просто попал в армию, а попал в воздушно-десантные войска. И глазами мамы он попал под опеку сущих демонов в образе старшин и сержантов, которые издевались, ну, в кавычках, естественно, с ним с утра до вечера над ее маленьким несмышленышем. То есть подъем, зарядка, прогонка по полосе препятствий, схождение семи потов, дрожь в мышцах и так далее. То есть глазами мамы это было реальное демоническое издевательство над ее чадом. Но это привело к тому, что ее чадо обрело опыт, увеличило мускулатуру, научилось действовать в условиях, приближенных к боевой обстановке, а значит, обрело способность защищать родину. И когда этот парень вернулся из армии, он сказал отцу, «Папа, я тебя ненавидел очень долго, почти целый год, до тех пор, пока не стал старослужащим и не увидел, что на фоне того, что я знаю, приходят мальчишки, которые, ну, разве что могут в носу ковыряться, вместо того, чтобы родину защищать. И за второй период службы я понял, что я тебе очень благодарен за то, что ты помог мне стать настоящим мужчиной». Вот так и боги, вот так и демоны позволяют нам обрести жизненный опыт и стать настоящими богами, которыми мы и рождены изначально. Субтитры создавал DimaTorzok